В Шихове начал свою работу мобильный фетшерско-акушерский пункт. Одной из первых сюда обратилась Наталья. На прием к медику она привела двух сыновей. Старшему Денису 10, младшему Артему скоро будет 3. С двумя детьми весьма проблематично добираться до стационарной поликлиники в город. ФАП рядом с домом решил эту проблему. Очень хорошо. И врач очень актуально все разъяснила, помогла. И послушали. Ну замечательно. Мы прям довольны. И еще меня устраивает. У меня бабушка лежачая. Сказали, что при первой необходимости, если такое понадобится, то они спокойно придут, помогут тоже. После приема Наталья делится впечатлениями от посещения фельдшера с соседкой. На этой неделе у нее тоже простудился сын-подросток. Через несколько минут в медпункт прибегает и сам юный пациент. Медик проводит тщательный осмотр, дает маме рекомендации по дальнейшему лечению и выписывает справку в школу. Это как больница, только мини. То есть взяли кабинет, на колеса поставили и он поехал. Фельдшерско-акушерский пункт по оснащению больше похож на кабинет врача общей практики, говорит Люция Бакирова. Она проработала в медицине почти 40 лет, 25 из которых в сельской местности. С гордостью демонстрирует нам ростомер и весы для диспансеризации, сумку с кислородом для оксигенотерапии в экстренной ситуации, электрокардиограф, приборы для окулиста и невролога, сухожировой шкаф для стерилизации инструментов. Также здесь оборудовано гинекологическое кресло, имеются необходимые вакцины, в том числе от коронавирусной инфекции и несколько сумок укладок для различных экстренных случаев, принятия родов, реанимации. При отравлениях укладочка, очень хорошая, кстати, и укладка различных шин, даже шины крамера есть при травме позвоночника, в частности шейного отдела. Пациентами мобильных ФАПов становятся все жители, которым нужна неотложная помощь, от мала до велика. Спектр заболеваний от простой простуды до весьма серьезных патологий. В самых сложных случаях пациента отправят на консультацию к профильному узкому специалисту. А для поддержания здоровья лучше придерживаться советов опытного медика. Самое главное нужно заниматься собой, стараться не болеть, закаливаться, заниматься гимнастикой, витамины не забываем пить и вести здоровый образ жизни. За четыре часа в первый день работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта за медицинской помощью обратились шесть жителей Шихова. Теперь ФАП будет доступен для всех по вторникам и четвергам с 9 утра до 15.00. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.